Станислав Ваупшасов 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 и на шведском. Кроме того, Ваупшасов был мастером организации контрразведывательной работы, активной вербовки населения, наступательной деятельности, а также диверсионной. Помимо партизанской деятельности на территории Западной Беларуси, Ваупшасов успел поработать и в Испании в качестве советника по партизанской деятельности, куда его отправили из СССР. Также во время Советско-финской войны командовал лыжным разведывательным батальоном в тылу финской армии и год пробыл в качестве разведчика на нелегальном положении Финляндии. В Советский Союз он смог добраться только к осени 1941 года через нейтральные страны. И тогда, в сентябре 1941 года, он принимал участие в обороне Москвы в составе отдельной мотострелковой бригады особенного назначения. То есть это, по сути, прообраз спецназовских частей, которую создавал лично Павел Судоплатов. После успешного завершения контрнаступления под Москвой, успешного выполнения задачи по обороне Москвы, на базе подразделения Амсбона создавались спецгруппы по заброске уже в немецкий тык, конкретно на территорию Беларуси, Украины, Прибалтики, то есть оккупированных республик. Беларусь Ваупшасов выбирает сам, так как эта территория ему уже знакома. Группа разведчика рейдом проходит около тысячи километров пешком до Бегомольского района и организовывает базу, где объединяет все раздрозненные партизанские группировки района, что очень помогло в борьбе с фашистскими войсками. За свои подвиги Ваупшасов удостоился звания Героя СССР. В 1977 году в Минске в честь него назвали улицу. Она находится именно в партизанском районе. Более того, рядом расположились улицы и других известных партизан – Олега Кашевого и Евгения Клумова.